Глубоко уважаемые члены президиума, глубоко уважаемые коллеги, я хочу поблагодарить организаторов уже традиционного форума «Белые ночи», что с каждым годом и научный уровень, и аудитория, она растет, становится форум все интереснее. И я считаю, что в истории развития онкологии форум «Белые ночи», он, пожалуй, вырвался вперед и стал той недостающейся частью собраний онкологов, которые, к сожалению, редко вот так вот собираются, он приобрел свое самостоятельное звучание. Я даже не знаю, в этом смысле, что можно противопоставить сегодня «Белым ночам». Все-таки организаторы молодец, молодцы, подработали все. И вот, может быть, вот такая дискуссионная часть этого форума, она является самой квинтумсенцией, потому что в этой дискуссионной части решаются, наверное, очень многие наболевшие вопросы, чем, может быть, в каких-то таких банальных выступлениях. Поэтому, может быть, вот и мое выступление в какой-то мере тоже дискуссионное. Я хотел бы все-таки, чтобы вопросы, касающиеся рака яичков, я вас чуть отвлеку от шейки матки. И прошу прощения, что нам нужно уехать. И хотел бы все-таки представить сегодняшнюю точку зрения в отношении рака яичков, локализацию, которую вы будете обсуждать, локализацию, которая является одной из самых тяжелых в онкогинекологии. Вместе с тем, мне кажется, что если прислушаться к тому, что сегодня дает мировая литература, то можно вот в этой проблеме увидеть свет в конце туннеля. Значит, вообще известно, что вот это, так сказать, данные, касающиеся смертности от рака яичков за многие-многие годы. И, по сути дела, мы не видим абсолютно никакой динамики, чтобы эта смертность могла бы, так сказать, снижаться. А смертность является лакмусовой бумажкой любого, так сказать, любого эффективного лечения, любого прогресса в лечении. Так сказать, смертность, ранняя диагностика, профилактика. Это вот три кита, на которых строится, то есть не смертность, а ранняя диагностика, профилактика и лечение являются, так сказать, вот, тремя китами, на которых строится уровень смертности. И если со смертностью ничего не происходит, значит, не происходит по всем этим трем направлениям. Нет эффективных решений в этих трех направлениях. Вот данные наших отечественных исследователей, где показано, что, по сути дела, смертность третьей-четвертой стадии рака яичков – это, так сказать, достаточно высокий процент, и пятилетнее, так сказать, излечение достаточно низкое. Иными словами, вот, все, что происходит сегодня в проблеме рака яичков, а я имею в виду именно третью-четвертую стадию рака яичков, где смертность высокая, оно остается и практически не меняется на протяжении десятилетия. Значит, если это так происходит, значит, надо понять, в чем наша ошибка или в чем мы, что мы недопонимаем. И, конечно, в первую очередь мы должны признать, что мы недопонимаем в проблеме рака яичников этиологические и патогенетические моменты, потому что без понимания механизма, как формируется заболевание, невозможно добиться существенных, адекватных решений, которые бы повлияли на адекватное лечение. Нет принципов адекватного лечения, если нет понимания, в чем причина, в какой механизм развития заболевания. Вот при раке шейки матки мы это поняли, вакцина появилась и так далее, и ситуация при, так сказать, хорошо налаженном скрининге, может, и должна изменяться, хотя, так сказать, она мало меняется, но, в принципе, теоретически она должна поменяться. Вот такая же ситуация при раке яичников. Раке яичников, общеизвестно, если, каков итог, то основное количество пациентов проходит начальное лечение, это цитродуктивная операция, адеватная химиотерапия, но через определенное количество времени у большинства пациентов возникает рецидив, и, как правило, у 80-ти, более 80-ти процентов этот рецидив в последующем приобретает химиорезистентность. В итоге формируется то, что мы имеем в конечном итоге, и больные в конечном итоге погибают от тех осложнений, которые всем вам известны, и в конечном итоге медиана выживаемости. Рак яичников очень небольшая, и, опять же, повторяю, она не меняется при том, что существует сегодня, кроме, так сказать, эффективных химиопрепаратов, еще и таргетные препараты. Вот какой итог, который, так сказать, и если посмотреть в целом на рак яичников, то можно грубо, опять же, повторяю, выделить два варианта заболевания. Один более локализованный вариант заболевания, который мы диагностируем чаще всего спонтанно, и чаще всего, так сказать, это операционные находки, когда локализована первая-вторая стадия заболевания рака яичников. И второй момент, когда больные приходят с 3-4 стадии заболевания, так сказать, асцит, и, так сказать, в этой ситуации, так сказать, перспектива тоже очень небольшая. И банальная циториоредуктивная операция даже с перитонной эктомией, которую предлагают очень многие исследователи, и в итоге все равно больные погибают в те же сроки, и ничего это в конечном итоге не меняет. И в этом смысле, если очень важно понять, все-таки, что мы называем раком яичников. По сути дела, это рак покровного эпителия яичника. И вот здесь самое главное, так сказать, самый главный момент. Что является гистогенетически покровным эпителия яичника? Вот эти данные, которые я взял из бесценной монографии Глазунова, где показаны эпителиальные источники происхождения опухолей яичников. И здесь четко поставлено, что возможные источники, они могут быть двух видов. Это покровные эпители, которые представлены или мезотелием, или мюллеровым эпителиям, или постнатальные разрастания и гидротопии, которые также являются компонентами мюллерового эпителия. Иными словами, рак яичников – это рак покровного эпителия. И тогда еще Глазунов указывал, ссылаясь на работы очень многих исследователей того времени, что именно мезотелием является этим покровным эпителиям. Мы попытались понять гистогенетически, откуда формируется эта покровная эпителия. И по тем исследованиям, которые сегодня существуют, эмбриологическим исследованиям, показано, что покровные эпителии чаще всего – это мезотели. Это вот, если вам хорошо… Вот мезотели, и он дальше переходит в яичник. Это так формируется на 12-14 неделе покровный эпителий яичника. Он по своей природе, гистогенетически, он аналогичен мезотелию, аналогичен брюшине. Поэтому рак яичников в какой-то мере – это рак брюшины, локализованный в зоне яичника. Существуют точки зрения, что рак яичников формируется из трубного эпителия, и была, особенно в начале 2000-х годов, такая идея о том, что, в принципе, мы просто не понимаем, но это серозные эпители фембриального отдела трубы, и это вот такой вот рак трубы, скорее, чем… Но если бы это было бы так, то мы чаще всего в этой зоне трубы видели бы первичную опухоль, хотя мы ее очень редко и практически не видим. Поэтому абсурд заключается в том, что пытались притянуть, так сказать, серозный компонент, который несет в себе фембриальный отдел трубы, к пониманию, что этот отдел является источником, так сказать, зарождения рака яичников. Сейчас от этого отходят и уже пытаются обозначить рак яичников как серозный рак, мезотелиальный рак и так далее, объединяя вот все эти понимания в одно целое. Я дальше покажу, что были проделаны серьезные исследования в этом плане, и показано… Здесь вот тоже очень хорошо показано, как формируются покровные эпители яичников. Это исследования, которые были сделаны в конце 90-х годов, и здесь тоже очень хорошо видно, что это часть мезотелия. Таким образом, по сути дела, если говорить о раке яичников, то, так сказать, нужно сегодня признать, что это рак, который гистогенетически является мезотелиальным раком. Вот данные 28-го года с опытами прижизненной окраски установлено большое сходство покрова яичка с мезотелием остальной брюшины. 28-й год. Далее реальными источниками их происхождения останутся мезотели, покрывающие яички трубой и так далее. Данные данные нашего исследователя Максимова, который, кстати, один из первых предложил термин «стволовая клетка» с Александром Максимовым. При воспалительных процессах, особенно в стадии его затухания и начинающейся фазы оксидации, покров яичка подобно мезотелию. Остальных отделов брюшины, а также перикарда и плевры обнаруживают несомненные пролиферативные способности. Иными словами, сегодня, если мы говорим о раке яичков, то мы изначально должны признать, что большая часть этого процесса – это изначально не локализованный процесс по своей сути, а он уже гистогенетический системный процесс. Здесь прекрасно показано, это потрясающая статья, которая вышла тоже совершенно недавно, где показано, где имеется разграничение мюллерового эпителия и серозного эпителия яичников, где стоит эта совершенно чёткая грань, разделяющая эти два варианта рака яичников. И вот те же самые исследования, где показано совершенно чётко, что именно при серозном и мезотелиальном раке молекулярно-биологические маркёры, они практически одинаковые. Это абсолютно одинаковая гистогенетическая субстанция. И серозный рак, и мезотелиальный рак. Здесь очень хорошо всё это видно. Поэтому он, кстати, очень хорошо отличается от рака, который несёт в себе мюллеров компонента, а я имею в виду эндометриоидный или муцинозный рак. И здесь на уровне молекулярной биологии очень хорошо это показано. Таким образом, если говорить о раке яичников, то сегодня можно как бы патогенетически условно выделить два его варианта. Это рак, который формируется из опухолевых стволовых клеток мюллерового эпителия. Это чаще всего локализованный рак, который развивается по законам, так сказать, вначале первичной опухоли и так далее. И есть рак, который чаще всего мы имеем, мы видим при раке яичников. Это системный рак. Это рак, который в себе несёт все потенциальные возможности мезотелия. А естественно, когда формируется какой-то опухолевый процесс, то гистогенетическим опухолевым полем является уже не только та среда или та зона, где произошла какая-то мутация и сформировались опухолевые стволовые клетки. Автоматически опухолевым полем в этой ситуации является вся брюшная полость, а иногда и плевральная полость. Поэтому мы при раке яичников имеем вот ситуацию, когда мы никогда не увидим первую стадию. Мы сразу же, так сказать, в этой ситуации наткнёмся на системный процесс, при котором будет асцит. И это, по сути дела, такое системное заболевание, которое требует всё-таки понимания того, что любое системное заболевание нужно начинать не с операции, а нужно начинать с системной терапии. Вот если признать вот этот факт, то мы изначально должны начинать любое лечение при раке яичников системной терапией. Второй момент, который очень важный, уже доказано, что рак яичников – это заболевание опухолевых стволовых клеток. И почему это важно? Потому что при раке яичников, вот показаны все работы, касающиеся рака яичников и стволовых клеток, при раке яичников, если при обычном опухолевом процессе, процент стволовых клеток порядка 4-5% в самой опухоли, то при раке яичников процент стволовых клеток зашкаливает, это процентов 80%. Почему так трудно бороться с этим заболеванием? Потому что, по сути дела, современная химиотерапия не способна эффективно работать на уровне стволовых клеток. Стволовые клетки являются достаточно мощным фактором, который имеет мощную систему репарации ДНК, которая имеет очень мощную систему защиты, внутриклеточные факторы защиты, резко выстроены в стволовой клетке. Поэтому она способна выжить в самых невероятных условиях. Поэтому современная наша терапия, она, по сути дела, вычленяет соматические клетки, которые находятся в стадии метозы, но она не способна мощно повлиять на стволовые клетки. Поэтому мы имеем такой результат, такую эффективность в химиотерапии при раке яичников, потому что в основном это опухолевые стволовые клетки. Второй момент очень важный. При раке яичников асцит – это противовоспалительная ниша. И мы должны понять, что любое онкологическое заболевание сопровождается воспалением. Оно начинается с воспаления. Воспаление сопровождает онкологическое заболевание. Надо признать сегодня, что варианты воспаления, которые сегодня существуют при онкологическом заболевании, самые разнообразные. Это не то банальное воспаление, к которому мы привыкли, которое связано с нейтрофильным или кацитарным сдвигом и так далее. Вариантов воспаления… Мы изучили этот вопрос порядка шести вариантов воспаления, которые несут в себе онкологическое заболевание. Поэтому воспаление, по сути дела… Вот вам, пожалуйста, то, что мы исследовали и получили при раке яичников, мы видим, как резко экспрессированы все провоспалительные цитокины. Это интерлекин-6, фактор некроза опухоли и так далее. Здесь показан асцит, который, так сказать, при циррозе и асцит при раке яичников. И здесь видно, какая разница между цирротическим и опухолевым асцитом. Опухолевый асцит по своему спектру молекулярно-биологическому – это выраженный провоспалительный бульон, в котором, так сказать, формируются стволовые клетки, в которых стволовые клетки приобретают новые эпигенетические модификации. Они становятся разнообразными, и к ним, конечно, в этой ситуации очень трудно подобрать соответствующий адекватный вид терапии. Поэтому, если посмотреть на раке яичков и его парадигму, то раке яичков – это процесс, который сопровождается мощным воспалительным компонентом. Это эффективное формирование резистентных клонов – это опухолевые стволовые клетки, которые формируют рецидив. Это системный процесс. И в этой ситуации, как системный процесс, он имеет множественные очаги, мультицентричные очаги, которые в конечном итоге и решают судьбу больной. Вот что в этой ситуации, каковы возможности нашей терапии? Наша терапия не имеет возможности повлиять на провосподелительный фактор, поэтому наша терапия никаким образом не может заблокировать те факторы, которые формируются в асците, которые формируются в ходе воспаления и дают возможность стволовой клетке разнообразить свое существование и расширить свой спектр выживаемости. Наша терапия не способна бороться с резистентными клонами, потому что она моноадресна, нет мультитаргетного воздействия нашей терапии. Поэтому изначально надо признать, что наша терапия обречена на неудачу. Поэтому в этой ситуации нужно, наверное, понять и предложить какие-то другие варианты возможного лечения. Поиски этого варианта лечения привели к тому, что все-таки, опять же повторяю, здесь имеется сегодня много исследований, касающихся использования в онкологии двух молекул. Это индолтрикарбинол и эпигалокотехинтрегалат. В 2012 году появилась статья в Nature, где было сказано множественная эффективность индолтрикарбинола как терапевтическое чудо, показывающее, что эта молекула позволяет воздействовать на очень многие звенья канцерогенеза, в том числе и на воспаление. Поэтому мы начали использовать вот эту молекулу в начале препарата, БАДового препарата, сейчас он стал лекарством в лечении рака яичников. И начинаем мы всегда это лечение с неодеватной химиотерапии, с использованием этого препарата, который вот здесь представлен, этот препарат, и показана его мультитаргетная эффективность в отношении очень, опять же повторяю, очень многих звеньев канцерогенеза. Этот момент очень важен, потому что огромное количество литературных данных сегодня, мы не успеваем за ними следить, где показаны эти препараты при различных локализациях в онкологии, при раке молочной железы, при меланомах. Но в самых агрессивных опухолях показана эффективность этих препаратов. Я вам дали... Это те результаты, которые мы получили на протяжении 2004 года, когда мы стали использовать эти препараты, и изменив варианты лечения рака эндометриев, начиная с обязательной химиотерапии, и дальше продолжая эту химиотерапию. И два очень важных наблюдения при этом. По сути дела, у большинства больных сохраняется эффективность первой линии химиотерапии, и редко мы переходим на вторую линию. И второй момент очень важный. Если бывают рецидивы, а в этой группе бывают рецидивы, то это, как правило, безасцитные рецидивы. То есть воспаление заблокировано полностью, и рецидив возникает локально. И мы прекрасно знаем, что если рецидив, он асцитный, то, как правило, средняя медиана продолжительности жизни не превышает 3-6 месяцев. Таким образом, основные клинические эффекты, которые дает этот препарат, и вот выстроенная такая парадигма отношения к раку яичникова, заключается в том, что мы снижаем пул опухолевых стволовых клеток, подавляем формирование резистентности и подавляем очень мощное воспаление, которое является базисом развития рецидива рака яичников. Вот я специально хочу показать вам статьи, которых гораздо больше, где показаны различные точки воздействия этих препаратов, вернее, эндолтрикарбинола и эпигалкотехинтригалата, как молекулы, которые влияют на различные звенья канцерогенеза, и на метастазирование, и на пролиферацию, и на апоптос, и на дифференцировку стволовых клеток. То есть такой мультитаргетный эффект. Можно это бесконечно продолжать и показывать эти исследования. Меня волнует, знаете, одно, что вот имеется сегодня какое-то определенное достижение, доказанное многими клиниками, зарубежными клиниками, многими лабораториями, показывающее, что это хорошо и это работает. Но, к сожалению, медицина является очень легендной частью народного хозяйства. Для того, чтобы что-то внедрить или что-то принять в свою ежедневную практику, для этого нужно, чтобы прошло какое-то время. Вот я бы хотел обратиться в этой ситуации к словам достаточно известного и умного человека, который сказал, что безумство – это когда значит о существовании нового, но продолжаешь делать то же самое. Вот мне кажется, что сегодня мы, понимая или догадываясь, или изучая молекулярную биологию рака яичников, мы понимаем, что здесь есть очень много новых, интересных и совершенно не банальных вещей, но мы продолжаем опять испытывать новые фемии препараты, которые изменили эффективность на 3-4 недели, и каждая АСКО посвящена этой проблеме. Насколько недель изменилась эффективность от того или иного препарата при лечении рака яичников. Наверное, всё-таки нужно в этой ситуации перестроить наше какое-то отношение к молекулярной биологии в первую очередь и к тем новым знаниям, которые пришли в первую очередь, для того, чтобы всё-таки мы увидели свет в конце туннеля, потому что при раке яичников мы продолжаем опять блуждать в темноте и не видеть, что всё-таки есть свет в конце туннеля. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Лев Андреевич. Буквально, если есть желание, два вопроса. Лев Андреевич, я хотела спросить вас. Скажите, действительно много теорий рака яичников и теория. Вы явно не сторонник Гурмановской теории. Но я всё-таки хотела вас спросить, вот то, что вы сегодня представили. А какое ваше отношение к удалению профилактического труб маточных? Вы знаете, что сейчас гинекологи очень вновь к этому приобрели, я не знаю, здесь есть гинекологи или нет, внимание, и они удаляют маточные трубы с составлением яичников. Вот ваше мнение какое? Я считаю, что это нелогично. Это нелогично. Если исходить из того, что я сказал, то это нелогично. Это нелогично, потому что... Это не надо делать. Это не надо делать, да. 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 Чего? Читовидная железа страдает. Я сейчас не привожу работу, у меня нет времени. Я просто говорю, что она на своём большом опыте. А там тоже очень большой опыт изложен. В реферированную журналу, кстати. И на сегодняшний день есть другие схемы. Вы предлагаете по три года принимать. У вас были результаты по щитовидной железе. Что страдает у этих женщин щитовидная железа? Что всё-таки это действительно системное воздействие. Может быть, этим женщинам, так сказать, и саморуковская диета на время химиотерапии тоже поможет? Спасибо. Да. Значит, я знаю, что пасмин, она не онкогинеколог, и онкологией не занимается. Использование эпигалата, я не знаю, при каких заболеваниях, может, при мастопотехе она использует эпигалат. Но при онкологическом заболевании и использовании таргетных препаратов, когда на чашу весов поставлена жизнь человека, а при раке ящиков-то конкретно поставлена на чашу весов, то мы исследуем ситуацию с щитовидной железой. Я думаю, что к сегодняшнему дню никаких дополнительных жалоб и каких-то дополнительных данных о глобальных нарушениях функции щитовидной железы мы не получили на нашем материале. Мы к этому внимательно отнесемся, потому что вы понимаете, что то, что я представил, это не точка в конце предложения, это многоточие. Мы только в начале пути. Поэтому на этом начальном отрезке необходимы очень долгие исследования, разнонаправленные исследования для того, чтобы ответить и Пасман, и другим исследователям на те ситуации, которые возникают при любом лечении, которое может иметь побочный характер. Спасибо большое, глубоко уважаемые коллеги. Давайте поблагодарим Лея Андреевича за блестящую лекцию и его выступление. Спасибо большое, Лея Андреевич. Мы старались ваш сложный график так сделать, чтобы вы все успели. Мы вам хотим пожелать успехов и будем вас вновь и вновь ждать на наших научных мероприятиях. Коллеги, мы немножечко выходим за рамки нашего регламента, который запланирован нами был ранее. И в этой связи я на обсуждение, как вы примете решение, так мы и поступим, но я бы вас попросил, может быть, сейчас, либо совсем 2-3 минуты нам перерыв, и мы продолжили бы нашу вторую сессию, потому что докладчики у нас готовы, у нас прекрасные лекции, и нам бы хотелось не выбиваться, потому что у нас зафиксировано еще ланч-симпозиум, и тоже это очень важное время, мы хотели бы уложиться в этот промежуток. 5 минут перерыв. Спасибо. Продолжение следует...